Всем привет! Сегодня я хотел бы рассказать вам о том, как искать жилье на Авито и как мы его искали. Да и не только на Авито, на других площадках, Яндекс.Недвижимость, Циан и прочее. Я покажу в примерах, как это должно выглядеть, как выглядит жилье и что мы можем получить в итоге, когда приедем на место. Какие у меня были впечатления от мест, которые я посетил и что увидел в домах. Я надеюсь, это немножко собьет планку жилья и вы более трезво начнете оценивать недвижимость, которую вы будете выбирать и посещать. Просто если исходить из стоимости недвижимости, которую предлагают, мне кажется, проще, наверное, даже самому построить, чем отдавать те самые деньги. Единственный фактор, который меня смущает при выборе данного варианта, это время. Время, которое нужно будет потратить на стоимость жилья. Но если так прикидывать, то, например, стоимость готового жилья в более-менее расстоянии от города стоит от 2,5 миллионов рублей. Это, например, около города Тольятти. Примерно 15-20 километров от города. Это будет небольшой поселок, в котором будет 1,5-3 тысячи человек проживать. Там стоимость жилья от 2,5 миллионов. Можно заехать и жить. Будет, в принципе, почти все, что тебе нужно для проживания. Вот 7 соток земли примерно. Может быть, будет баня, будет туалет, душ в доме. Будет дом, вероятнее всего, на 2 семьи. То есть дом разделен будет напополам. Там будет около 80 квадратных метров за 2,5 миллиона рублей. Но дом, который вы приобретете за 2,5 миллиона готовый, вам по-любому нужно будет переделывать, перекравить как-то под себя, перепланировать. Да и на 8 сотках, если вы хотите построить себе мастерскую, например, поставить огород, теплицы, баню или еще какие-то другие объекты, то вам этих соток наверняка не хватит. Поэтому каждый выбирает сам. А сегодня я покажу, как нужно выбирать жилье, чтобы не ехать лишний раз на просмотр. Поехали! Итак, с чего начинается поиск недвижимости. В первую очередь выбираем недвижимость. Только с фото. Район я не выбираю. Выбираем купить дом. Вид объекта. Дом. Цена. Я ставлю минимальную, чтобы не попался всякий мусор. Допустим, от 400 тысяч рублей. Ну, это, если вы ищете, допустим, сразу же дом со всеми удобствами, то нет смысла ставить цену меньше миллиона рублей. Поставим миллион двести тысяч рублей. И поставим цену, допустим, до двух с половиной миллионов рублей. Жмем показать объявление. Далее выпадает поиск. Здесь можно выбрать некоторые критерии. Например, расстояние до города. Я не хочу, чтобы было до города больше, допустим, 20 километров. Площадь дома хочу от 50 метров. Площадь участка хочу, допустим, от 15 соток. Материалы, допустим, не будем выбирать. Смотрите, всего по городу Тольятти выдало 32 объявления. Если мы нажмем частные, то объявление ставит 29. Нажимаем показать объявление. Я предпочитаю смотреть объявление на карте, но можно смотреть объявление таким образом. Допустим, показать объявление на карте. Что мы сейчас увидим? Так, вот, например, Федоровка. Смотрите, как выглядит этот дом. Гаражик. Старенький домик. Если обратить внимание, двор покосился. Сразу же, да, видите, да. Фундамент, в принципе, они заливали, меняли сами, делали какую-то отмостку. Может быть, меняли нижние венцы, но маловероятно. Печка стоит. Вот само расположение. Расположение, да, хорошее. Сам дом спереди. Вы видите, окна немененные. Труба проходит рядом, к дому не подведена. За это не хотят 2200. Ну, здесь дом, вероятнее всего, под снос. Никакого описания нету смысла. Смотрите, его дальше нету. Закрываем. Зеленовка. Вот уже здесь что-то более-менее. Сразу же говорю, где мало фоток, смысла даже рассматривать нету. Потому что, если фотографии дополнительные там не разместили, то просто нечего показывать людям. Когда есть что-то разместить и есть что-то показать, люди обязательно это покажут. Смотрим объявление. Дом 90 квадратных метров, 16 соток, 2 миллиона 499 тысяч. В принципе, поторговаться можно всегда с людьми и скинуть цену на 1050-100 вполне реально с такой цены. Дом в тихом спокойном месте. В доме три жилых больших комнаты. Кухня, санузел, котельная. На участке есть плодоносящий сад. Имеются два гаража. Кладовка с погребом, кипячная баня. Отапливается газом. Возможен вариант обмена на одну комнату квартиру. С вашей доплатой в Комсомольском районе. Комсомольский район, для понимания, в Тольятти, это достаточно такой приличный район. Здесь конкретно дом не указан, но ничего страшного. Посмотрим фотографии поближе. В принципе, дом светлый. Ботолки старые, но они достаточно крепкие. У меня у бабушки такой же дом стоит, но нормально. В общем, работает все. Еще проработает не один год. Батареи мы видим обычные и старые. У них плохая энергоэффективность. Так что, возможно, батареи придется менять. Окна где-то, я смотрю, пластиковые, где-то нет. Ну, ремонт бабушкин. Как бы, может быть, кому-то придется делать под себя. Это сразу же закладывать нужно в бюджет. В принципе, сантехника стоит более-менее, вроде как, свежая. Туалет в доме. Кухня, конечно, да, я бы сказал, что лучше переделать. Здесь, вероятнее всего, пристройка, потому что, видите, другой потолок. Газовый счетчик стоит, но, наверное, отопление не газовое, потому что стоял бы газовый котел, а не газовый счетчик. Есть газовая плита. Так вот, отопление видим. Ну, вот, как я говорил, это пристрой. Дом такой, сразу же говорю, это обложенный кирпичом. Вот эти вот, можно понять вот по этим элементам. Это старый срубовой дом. Года он точно не моложе сорокового, обложен кирпичом. Сзади пристрой, вероятнее всего, опилки и бетон. Хоз пристрой какая-то имеется. Видите, пластиковые окна не везде стоят, а только в новой части пристроя стоят пластиковые окна. Здесь все старое. Как я и говорил, соответственно, вот, нужно смотреть участок. Участок более-менее, вроде бы, как земля новозная. Цветы растут. Посадок особых не видно. Подъезд к дому хороший. Это большой плюс. То есть, дорогу будет чистить, заморочек никаких нет. Но, как видно, гаража нет. Хоз пристройка у дома. Она, наверное, там что-то располагается еще дополнительно. Так, в принципе, все. То есть, показать им особо нечего. В доме нету ванной. Баня на участке, как видно, тоже не написано. Если написать такому человеку, так, можем посмотреть, как часто он отвечает. Был в сети недавно, по объявлению, вероятнее всего, это еще и агент. Потому что по объявлению написано. Такие люди, как правило, так, посмотрим по объявлению, что вообще есть у продавца. У продавца есть завершенных 5 объявлений. Возможно, это и частник. Такие объявления я рассматриваю, конечно же, да. Но стоит обратить внимание на то, что это, может быть, все-таки не совсем все так, как здесь описано. Но из-за 2,5 миллиона уже сразу же понимаете, что у вас нет ни бани, ни где помыться. Потому что это не указано. Харерша еще вполне район, это вот под Степки. Ну, вот за миллион девятьсот что-то предлагают. Но в данном районе, например, есть подводные камни. Одних вы узнаете, только спросив у местных. Например, здесь собираются строить мост. Вот отсюда до отсюда. Здесь будут проходить фуры. Фуры будут идти через весь город, вероятнее всего. Потому что это будет объезд трассы М-5. И поэтому сейчас люди, даже несмотря на то, что здесь вроде дома нормальные, они их продают достаточно дешево. То есть, сами понимаете, дом хороший продавать за миллион девятьсот, когда все кругом продают за два с половиной, не будут. Это значит, что там какая-то подстава. Ну, если мы вот обратили внимание, открыли дом 65 квадратных метров, написано, смотрим. Участок вроде большой, да. Не зарощенный, а выкашенный. Домик. Так, домик пристроить. Так, пристроить. Ну, вероятнее, что там просто баня и все. Дачный такой, дачный участок назовем его так, а не дом для постоянного проживания. Стоимость его миллион девятьсот. Участок ровный, огорожен соседей со всех сторон. На участке теплицы, насаждение, клубника, малина. Также есть домик на 65 квадратных метров. В доме сауна, душ, туалет, две комнаты, погреб, кладовка, свет, 15 киловетт, вода, свои скважины, газ у забора, торг реальному покупателю. То есть, газа нет, сауна есть. В чем-то плюс. Участок, в принципе, здесь достаточно хороший. На большом расстоянии, в принципе, от дороги располагается. Возможно, будет нормально. Но нужно смотреть. Так, этот участок мы закроем. Игорь, частное лицо. Так, перевозки и дом продает. Ну, не знаю. Так себе. Вот этот вариант мы рассматривали с женой. Смотрели, то есть, дом смотрим. Изнутри он отреставрирован. Если посмотреть на первые фото, то мы увидим, что вроде как дом далеко не свежий. Продавец не очень особо отвечал на наши сообщения. Я бы сказал, даже дом, ну, ему лет, наверное, на вскидку 30 точно. Ну, это минимум, судя по бревну. Так, фундамент тоже вроде как не совсем свежий. Внутри дом выглядит достаточно бодро. Отопление есть. Кухня сделана приличная. Второй этаж у дома есть. Ну, видите, есть туалет, ванная и... Так, нагревательный бачок. Что у нас по описанию? Продам дом на участке в 15 соток, село Подштепки, жилкомплекс Звездный на улице. Тополиная, дом 30, электронная энергия, вода в доме. Газ подведен, нужно только подключить. То есть, отопление, вероятнее всего, от электрического котла. Находится в хорошем месте, нужно только у руки приложить, сделать кое-какие достройки. В доме туалет, ванная, электрокотел, дом двухуровневый. Первый этаж отделан, ванная, туалет, спальня, зал 25 квадратных метров. Второй этаж утеплен, но не отделан. Участок ровный, 15 соток. Есть какие посадки. Вода централизованная, чистая продажа. Вода централизованная, это плюс. Газ, конечно, есть, когда написано, что нужно только подключить. Поверьте мне, если бы была возможность, люди бы подключили. Потому что сделать, допустим, заказать фирму, чтобы провести отопление в дом, вот это вот сделать, электрическое отопление, это будет стоить, на самом деле, недешево. Ну, примерно 1150 точно на такой дом. Даже, наверное, больше, если проводить фирму. Фирма, если саму, конечно же, выйдет дешевле, но, может быть, там, 1000 на 50. А чтобы подключить газ, это будет стоить 1200. Но при этом отопление электрическое будет стоить в разы дороже. Даже если вы будете пользоваться, там, двухтарифным счетчиком, будете ночью отапливаться, только они днем, все равно это будет дороже. Конечно, больший плюс участка то, что он огорожен металлопрофилем. Но, вроде как, не весь, если обратить внимание. Видите, здесь дырочка есть. Возможно, с каких-то сторон огорожено, с каких-то нет. Поэтому везде есть подводные камни. Так, что у нас еще есть из интересного? Так, вот, допустим, Жигулевск у нас. Жигулевск относительно далеко. Ну, здесь 2 миллиона. 2 миллиона, и за это мы получаем дом, 2 жилые комнаты, кухня, подсобное помещение, кладовка, подвал, погреб, хозяйственные постройки, газовый котел, колонка, ванна, газовая плита, в доме вода, электричество, газ. На участке даже есть теплица 3,6 метра квадратных. 3 на 6, вернее, метра. Ули, плодовые, ягодные, кустарники, виноград. 632 сотки. Это значит, что у этого участка всего лишь 6 соток. Что по дому? Дом старый. Батарея старая. Значит, дом точно, даже я бы сказал, что это, ну да, где-то 6 соток. Такой вот участочек подзаросший, подзаброшенный. Строение непонятное, фотки не совсем понятные, фоток мало. За это люди хотят 2 миллиона рублей. Соответственно, думайте сами, вот покупать такой участок, или не покупать. Стоит оно того или нет. Но в основном за такую цену вы увидите только такие варианты. Таким образом выглядят объявления, которые находятся на Авито. На других сайтах недвижимости объявления выглядят примерно точно так же. Но нужно понимать, что за такие деньги очень сложно найти подходящий вариант дома. И поэтому в следующем видео я вам расскажу, как выглядят в реальности такие объявления, которые мы с вами посмотрели сегодня. Видео я выпущу скоро. Так что следите за каналом. Всем пока.